Приветствую вас, и хотелось бы сразу оговориться, что психологи не дают совета. Поэтому советовать вам, я боюсь, здесь мы ничего не сможем. Вот, но вы говорите о том, что передумали, условно, передумали, да, вы передумали, вы хотели там обмолоть чего-то, вот. И вы, соответственно, значит, ну как-то вот поймали себя на мысли, что вот вам перехотелось, грубо говоря. Дальше вы, значит, пишите, что теперь вот вы жалеете. Потому что, ну, вам там хочется, хотелось, значит, сменить работу, да, вот. И, в принципе, вас, ну, действительно можно понять, да, то есть, ну, понять для того, что вам может, ну, не нравится вот то, что вы делаете. В общем, вы могли устать от того, что вы, ну, делаете. Вот, то есть, это, в принципе, в принципе, ну, вполне нормальная такая реакция. Вот. Что здесь важно, на мой взгляд? На мой взгляд, здесь важно, пожалуй, следующее. То, что у вас, получается, вот приоритеты не структурированы. То есть, они у вас, ну, вот, что называется, скачут ваши приоритеты. Вот. То есть, сначала вам, как будто бы, ну, важно одно. Вот. А потом вам, как будто бы, важно уже становится другое. Поэтому, я думаю, да, как раз, что если, если психолог может что-то сделать для вас в этой ситуации, то помочь вам структурировать, скорректировать, если угодно, ваши, вот, приоритеты, чтобы вы могли, ну, как-то вот максимально, да, для себя, четко, по возможности, понимать, в какую сторону вы хотите идти, да, и, вот, что для вас все-таки важно. Например, комфорт, допустим, если, ну, вот, если мы говорим о комфорте, допустим, вот, или все-таки желание пробовать что-то новое, что-то новое, да. И, что вот, пожалуй, в этой ситуации важно, так это понимание того, какую цену вы готовы за это платить, да, какой-то свой выбор. Потому что вы, ну, вы видите, что выбирая одно, вы теряете что-то другое, ну, другое. Вот, и я полагаю, что это абсолютно нормально, я полагаю, что, в общем-то, ну, в жизни устроено все именно, именно так. Вот, поэтому, если вы не внимательны к себе, да, если вы не внимательны к своим, ну, приоритетам, условно, вот, если вы сами их для себя не... Ну, знаете как, вот, чтобы это увидеть, допустим, да, ну, зафиксировать для себя этот момент, вот, и, соответственно, двигаться, ну, вот, как-то в этом направлении. Ну, вот, если у вас не получается это сделать, если вы не можете этого сделать, то, конечно, лучше задача психолога заключается в том, чтобы вам с этим помочь. Задача психолога заключается в том, чтобы помочь вам с этим разобраться, и чтобы вы, вот, смогли это сделать. Вот, потому что без этого вам, ну, понятно, вот, будет весна тяжело, и вы снова и снова будете, получается, испытывать, вот, какое-то разочарование, да, вы будете испытывать, ну, определенный, так скажем, так скажем, ну, негатив, вот. Что, на мой взгляд, ну, естественно, вот, к сожалению, потому что, ну, само собой, что у вас есть какие-то, ну, ожидания, да, у вас есть, там, амбиции какие-то, вы хотите чего-то, чего-то. Вот, вот, и, в принципе, это же нормально, вот, но то, что, вот, вы не готовы, как бы, выбирать, вот, то, что вы не готовы платить, там, цену какую-то за, вот, свои решения, вот, то, что вы, как будто бы, хотите и того и другого, это вот, ам, ну, в какой-то степени может. Свидетельствовать о, ам, расщеплении вашем, вот, то есть, то есть, что такое, что такое расщепление, это когда, ам, в детстве, ам, ребёнок пытается угодить, ам, обоим родителям. То есть, ам, вы, по-видимому, эм, находитесь в этом, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Мне очень жаль об этом говорить, но скорее всего вы действительно находитесь в этом состоянии. И, значит, наша задача, опять же, заключается в том, чтобы помочь вам из этого состояния по возможности выйти. Понимаете, да? И, соответственно, это ни в коем случае не может быть советом, это ни в коем случае не должно быть советом. На мой взгляд, это должно быть все-таки в какой-то степени, возможно, вашей самостоятельной работой, которую бы вы могли как-то вот самостоятельно сделать. Вот. И в этом, опять же, в этом вам может помочь психолог. Вот. Поэтому вот в таком ключе, вот в таких моментах, я думаю, действительно можно постараться оказать вам поддержку. Вот. Но никак не, значит, никак не давать какие-то советы вам, вот. И никак не брать ответственность, значит, ну, за вашу жизнь. Понимаете, да? Это было бы, на мой взгляд, неправильно. Ну, надеюсь, что, надеюсь, что вы меня в этом поддержите. Вот. Надеюсь, что вы разделяете, ну, разделяете в целом эту позицию. Вот. А если у вас есть, знаете, какие-то страхи, если у вас есть какие-то, эм, ну, переживания, да, по поводу того, что, ну, может быть, что-то не получится, да. И, эм, если у вас есть какие-то, эм, ну, сомнения, вот, эм, о том, вот, куда вам двигаться, да, как вам двигаться и прочее, вот, то, я думаю, опять же, эм, эм, ну, психологи, вот, вполне могут оказать вам в этом поддержку и помощь. Вот. Вот, пожалуй, такой ответ. Я думаю, эм, я думаю, эм, вам можно дать эм, с точки зрения психологии, с точки зрения эм, с точки зрения эм, психотерапии, эм, психотерапии. Вот. На этом все. В принципе, я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Обращайтесь. Обращайтесь.